На днях под народный контроль попала проблема, к которой по уму пора бы уже весенними ручейками смываться из города, но из-за погодных капризов публика продолжает из нее лепить снежных баб. Незаконные снежные свалки стали поводом для очередных выездов добровольцев проекта «Народный контроль» после того, как на онлайн-карте нарушений Свердловской области обнаружилось изрядное количество жалоб граждан на нарушения закона, связанные именно с этими стихийно возникающими горами из снега на городских окраинах. Дмитрий Чукреев, который курирует «Народный контроль по всей Свердловщине», пишет, цитата, «Первым местом мониторинга стала площадка в Кировском районе города по улице Владивостокская, 7. На этой площади, под опорами ЛЭП, принадлежащих МРСК «Урал», предприимчивые граждане организовали нелегальную свалку снега и мусора». Конец цитаты. «Тропинка идет, идет по Сахалинской, так, по Сахалинской. Взяли кучами, заложили все. Люди либо по кучам идут, либо по дороге в темное время суток. Это просто невозможно. То есть сколько я ни билась, сколько я ни... Да вы просто поставьте здесь непосредственно какие-то, вот, не знаю, чтобы КАМАЗы сюда не ехали. Бетонные блоки, ограждения. Они же зачистили, они сказали, что будет здесь стоянка. Стоянки никакой нет». «Ну, дело в том, что в свое время на основании ваших... Я квартальный как раз. На основании ваших материалов было составлено 4 протокола административных правонарушений по статье 17 пункт 3. Складирование снега в неотведенном месте. Виновные... Ну, понятно. Дело в том, что по вашим материалам была проведена работа. Ну, виновные были привлечены как физические лица. Потому что вот то, что вот вы скидывали, там по логике вещей у нас нет такой функции проводить следственные действия. Кто это выкладывает в интернете и каким образом происходит обмен информацией. Вот. Дальше вот эта территория относится к полосе отчуждения МРСК. В МРСК тоже было дано уведомление о необходимости провести мероприятие по ограничению доступа автотранспорта на эту территорию. И провести уборку территории от снежных куч и мусора». «Нам нужно обращение в МРСК, в комитет по экологии, чтобы здесь установили какое-то ограждение воспрепятствующее следовательное транспорта. Тяжелого, да». «Но я думаю, что может быть есть смысл все-таки сделать опять очередной совместный выезд сюда именно с представителями МРСК. И уже на месте здесь. Потому что опять, чтобы не переводить это в бумажное русло». «Нужно рабочую встречу провести либо здесь, либо в администрации». «Действительно, здесь, на окраине Пионерки, близ промзоны в районе скрещения Блюхера и Шевской, выросли целые гималайи из снега. Причем из снега в перемешку с мусором. И когда придет тепло, то оно действительно покажет, кто где нагадил. А пока, заметьте, это еще и горы денег. Ведь за вывоз снега городской бюджет платит коммерсантам деньги. Именно за вывоз на определенные законные полигоны, довольно далеко за городской чертой. И их отдаленность тоже учитывается при расчете тарифа за вывоз. А эти жулики из одного места в городе везут снег в другое место. Тоже в городской черте, банально воруя деньги горожан, уплаченные за то, чтобы вот этого вот всего в их городе не было совсем. А не перекладывалось бы с места на место. Но это, по сути, мошенничество в масштабах эврестов и альп из снега. И точно такую же картину обнаружили народные контролеры при выезде в железнодорожном районе по адресу Тагильская, 13, где снежный ком начал расти с декабря. Причем водителей, которые здесь незаконно испражняются, уже не раз словили и наказывали, штрафовали. А надо, видимо, бить не только по карману, потому что им это до бедра и ниже. И они приезжают вновь и вновь нарушать закон, причем совершенно в наглую. Они сваливают, где попало. Находят свободный пустырь, ставят туда свою машину, как нелегальные парковки. Собирают деньги, примерно по 500-700 рублей с машины и сваливают снег на неразграниченные земли, на земли частных лиц и так далее. Тем самым, конечно, нанося колоссальный вред природе, нанося вред почве, потому что рядом находятся всякие различные строения, жилые массивы, дачные дома – это все подтопление и, конечно, это грязь. Что делать со всем этим на импровизированном совещании с выездом на природу? Решали участвовавшие в рейде представители ГИБДД Екатеринбурга, инспекции по охране окружающей среды, комитета по благоустройству мэрии, комитета по экологии, а также квартальные инспектора. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей и черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.